Звучит музыка Мы находимся на станичной площади, линейной станицы Некрасовская. Вот за моей спиной бывшее атаманское правление станицы Некрасовской. А вот если посмотрим по правую руку от меня, можно сказать, что это одно из красивейших зданий станицы. Это казачья школа. Вот так вот непросвещенные казаки уделяли внимание своему молодому поколению. Прекраснейшая школа, сейчас там находится библиотека, станичный музей. Ну а это атаманское правление. С 1911 года атаманом станицы на два срока был избран. Мой прадедушка Киселев Петр Леонтьевич. Трагическая судьба у него. В 1929 году, в начало коллективизации, он подвергся репрессиям. При нем строился этот прекрасный Свято-Никольский храм. Фото сделано со стороны школы. Вход в храм и вход в атаманское правление были напротив друг друга. Ну вот в 1936 году комиссары разрушили его. Так ничего и не построили. Раз-два, горя не беда, а за ним, девка, слезы льет. Да не плачь, девка, да не рыдай, да кори очи, да не спирай. Вот она линия. Новая линия на реке Лобе. Станицы Некрасовская, Новолобинская, Тингинская, Воздвижинская, туда и далее Тимиргоевская, Курганная, Лобинская, Мостовская. И делинейцы стояли по высокому берегу Лобы. Вместе со старой линией их половина среди кубанских казаков. Не забывайте, милости просим в гости к линейцам. Наши предки, наш род Киселевых, был заселен с верхнего дона в станицу Ригарополисскую. А потом уже через 50 лет, с 1794, а уже через 50 лет, в 1843 году, Киселевы переселились в эту станицу, станицу Некрасовскую. Вот через мост сюда ходил в школу, вон там, где красное здание, примерно, там сейчас ее уже нет, была школа, детский садик там же, всю жизнь прожил здесь. А потом вот где, вот та телевышка, да, вот туда я ходил в школу, вот так три километра, я же туда там была наверху, вот где, собственно, обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны. Вот, это хутор Братский. И вот, согласно, вот, три километра пешком, каждый день, все 10 лет туда ходили. Ну, когда повзрослели, там, ездили на велосипедах. У кого-то во дворе ставили велосипеды, а там ходили в школу. Речка зимой замерзала, катались на коньках, играли в хоккей, приходили врача, играли с согласянами, так у нас говорили. Мы же с хутора согласны, а это с хутора Братского. В начале века, дедушка мой, Иван Петрович Киселев, собственно, и был семьей отселен в хутор Орлов. Миша, вот и прибыли мы на могилу моего дедушки, а твоего прапрадедушки, да, Ивана Петровича Киселева. Вот бы так случилось, чтобы он поглядел бы на нас, наверное, побрадовался, да? Ну что, внучок, давай прочитаем молитву. Так положено у нас и у казаков, и у всех православных. Когда старшие уходят в мир иной, то те, кто остаются на земле, должны о них помнить. И самое главное, не только помнить, но и читать молитвы, ставить свечи, заказывать панихиды, молиться об упокоении их душ. Давай прочитаем молитву. Избранный ходатаю первосвященничая о спасении мира грешного душу свою положи вы, и давы нам власть чадами божьими быти, и в невечернем дне царствия твоего даруй прощения и вечную радость невинно убиенным казакам. Иисусе, Судее всемилостливый, рая сладости, сподобие воинов христовых казаков. Иоанна, Александру, Петра, Ульяну, всех наших сродников и тех, кому не можем подойти к могилам, положивших души свои и головы за друзи свои, за Отечество в Великой войне, в Великой Отечественной войне. За всех помолимся и вспомним их. Царствие Небесное. Аминь. Ну вот, вот это вот надгробие, видите, дедушка умер в 1933 году, как раз уже собственный голодомор пережили. И так получилось, что в мае месяце, а он был бригадиром даже в колхозе, уже после голодомор его приняли, осталось после расказачивания, как говорится, басота одна, которая не могла дать ладу вот этим всем землям, богатейшим. Вот, работал он, так как говорится, за троих. Вот. А его подставили на майские праздники. Ну, он не понимал, что такое майские праздники-то. Они пошли на работу, а ему сказали, что надо дома оставаться. Понимаешь? А огородами ушли на работу. Его вызывают ОГПУ опять. Так ты шо, Киселев опять? В общем, там, как это заведено было у комиссаров, такое ему моральное давление на него оказалось, что у него сердечный приступ, и он умер. В 1933 году уже голодовку пережили. А детей своих, он каким образом смог вытянуть, вот, зимой, вот мы проезжали гребля хутора Орлова, вот он туда ходил, раздевался, и ловил двухсворчатых ракушек этих, из этих ракушек они хоть какую-то баланду там варили. Как рассказывали тетушка моя, Мария, а ей удалось устроиться, она же постарше была, 16-го года, 32-16 лет было, и она уже воспитательницей была в колхозном детском саду, вот, и домой приносила кашку. Вот она принесет, вот всем этим мелким, которые были, младшие ее дети, вот, сама-то там кушала, хоть что-то там, и вот она положит, и сидели Вера, Надежда, Алексей, Михаил, Петр, пятеро, и вот они сидят, и вот эта ложка каши, вот, и Петр говорит, как старший, давайте кушать обратной стороны ложки, чтоб дольше было покушать, вот, ну, кушаем, кушаем, вот так, а Михаил, говорит, шустрый такой парень был, это тот, который потом в разведке служил, воевал в Отечественную войну, вот, говорит, мы кушаем обратно, говорит, а я не умею, вот так, вот, и подошел, говорит, отец, и вот, мы видели слезы у него на глазах, что он ничего же не может сделать, вот она, одна ложка каши, а их пятеро душ, ну, вытянул их, вот только вот за счет того, что вот ловил этих ракушек, даже зимой, раздеваясь по поясу, вон, трех сыновей, расказаченная семья Киселевых, отдала на алтарь победы в Великой Отечественной войне, Ивана, Петра, Михаила, забыв про репрессии, они ушли в сорок первом году на фронт и не вернулись, вечная память героям, и царствие небесное, Четвертый сын Алексей, самый младший, а он 29-го года, ну, и в войну, естественно, срок у него для призыва еще не подошел, вот, его не призывали, в оккупацию он был здесь, и как только заканчивается война, его присылают в морфлот, ну, и как и всем, тому молодому поколению, в котором послевоенном им пришлось служить долго, вот, он больше 4-х лет служил на Балтике, служил на минном тральщике, вот, разминировали Балтийское море, и так получилось, что он в мирное время и домой вернулся с орденом Красной Звезды, в общем, получилось так, что такая нештатная ситуация, всплыла рядом с кораблем мина, и, видимо, нельзя было ее с пушек расстрелять, нужно было к ней прикрепить заряд, и вот он поплыл туда, как ему командир приказал, закрепил там заряд, ну, и корабль уже отошел, и потом подорвали эту мину, в общем, домой, с, так сказать, со срочной службы пришел с орденом Красной Звезды, ну, вот такие сыновья у нашего деда, понял ничего? Вот так. Не я, не внук мы, не дети мои, в самой станице родовой нашей, Некрасовской, не жились, вот, я думаю, мы еще поговорим на эту тему, как сложилась история семьи, судьба семьи, судьба семьи, она, Киселевых, она, собственно, полная копия семьи, любого, наверное, казака кубанского периода, после переворота семнадцатого года, вот. А потому, так как дедушка мой, Киселев, Иван Петрович, Георгиевский кавалер трех степеней, умер в Голодомор в тридцать третьем году, тут даже вот, ну, сами понимаете, я пятьдесят четвертого года, даже не было возможности что-то узнать о том, как они жили в этой станице, с кем дружили, конечно же, вот то, что мы видим за Кубани, это, ну, будем говорить, что Черкесия, да, Адыгея, вот. Я думаю, что из источников оно видно, что линейные казаки и дружили, и куначились, и это лычество было между казаками и черкесами, потому что, судя по тому, что по воспоминаниям старших, кто оставался в семье, было известно, что когда семья моя возвращалась, Киселевых возвращалась из ссылки с Архангельской области, да, вот, то они вернулись не сразу на Кубань, а вернулись они в Дагестан. Очевидно, у деда были там кунаки, так как он служил во втором линейном полку, а значит, они где-то были на фронте, на западном, пересекались с горцами с дикой дивизией, потому что, видимо, они его там и пригрели, как бы, первое время, но НКВДшники, ГПУ, вернее, нашло его и там, и вернули их тогда, в самый разгар голодомора, вот так вот это все произошло, но к этому мы вернемся, а вот конкретного рассказа, конечно же, нет. Самое главное, что у нас, мы живем мирно и дружно, и у меня есть кунаки и в Дагестане, вот, и здесь, в Черкесии, друг мой, кунак, Ашхамахал, Айтеч, все, все это нормально, вот, линия Будда, было, было такой период, когда казаки стали вот на второй линии, естественно, была и вражда, были набеги, но все это закончилось. Линейцы воспитывают казачат как воинов, с раннего возраста, вверхи, на лошади, без седла на замесах и в седле коров пасти, как подрастут скачки, джигитовка, потом приготовительный пирет к службе в линейном полку, метать ножи, рубить шашкой, стрелять, обыденное дело, им как ложку в руках держать. Бывало, кончу я работу, спешу на улицу гулять, теперь мне служба предстояла, спешу я коник оседлать. Теперь мне служба предстояла, спешу я коник оседлать. Вон, гляди, стреляет Михаил Романович, добрый казак, линейец растет, и поет, и танцует, радует, вон, деда, горжусь я им. Шашка для казака кавказских войск, кубанского, терского, священный предмет. Шашка передавалась от деда внуку своему. Частенько мы видим на старых фотографиях старики, казаки, у них даже кинжал на поясе отсутствует, хотя стоят в черкесках. О чем это говорило? Это оружие ближнего боя, кинжал. Кто может старика обидеть в своей станице? Никто. А от врага молодые защитят. Вот таким вот образом. А по поводу шашки, тем более, уже старик преклонного возраста, они их не носили. Вот. Шашка, ну, естественно, от черкесского, все это знают от черкесского слова сашхо, длинный нож. Вот. Оружие одного удара. Существует такое представление, что вот черкесский удар с потягом, я вам должен сказать, что не было такого удара. Черкесский удар с потягом, если ты ударил, то у тебя это доли секунды, у тебя нет времени на потяг. Просто, набросто, черкесы прекрасно знали физику, интуитивно, я так понимаю, что если идет горизонтальный удар, да, то вот он идет удар, да, обратите внимание, мышцы работают от пятки, спины, плеча, предплечья и кисти. И вот оно, шашка идет как циркулярка. И удар, и рез. Правильно? Вот. А если черкес или казак вытащил шашку для этого удара, то и здесь то же самое, то же самое, удар идет как циркулярка. Он идет, идет, шашка идет по кругу и возвращается для нанесения очередного удара. Часто мы видим значит и в интернете, что вот люди занимаются фланкировкой и говорят, как это вот прикладное это искусство, оно вообще бесполезно для боя. Нет, оно не бесполезно, вот оно и с выходом на удар, да, вот она смена руки и удар слева, вот переброска и отсюда, да, ничего же лишнего нет. А когда мы фланкируем, да, или работаем, занимаемся, или круткой занимаемся, да, то получается, красиво. Вроде красиво, а на самом деле это физическое упражнение, позволяющее не забыть. Вот она, шашка, острая, как бритва, а ты ее должен чувствовать и не обрезаться, правильно? смена рук, смена рук, смена рук, и так, и так, и так, и так, и вот так, и вот, и ты ее не должен забывать, и каждое движение, каждое движение, оно для чего-то, вот оно, удар отсюда, смена руки, удар отсюда, поэтому фланкировка прекрасное упражнение между чекменем казачьим и черкесской собственно разница-то было только в том что азыри да вот естественно будучи прогрессивными людьми казаки не отказались от того что было опа она удобно удобно а газыри в те времена когда они стали на линии вот они же были не такие когда они уже превратились в газырница в на патронницу и опустилась ниже а в те времена когда азырь а это газыр от слова хызыр готовый готовый заряд заряд пороха был в трубочке откуда можно было и либо колпачок снять и высыпать до либо чопик вытащить оттуда и засыпать со стороны ствола вот ну и снарядить оружие к бою вот поэтому это у нас не костюм а справа и она называется черкеска да ну как говорится когда увидели впервые на черкесах мы назвали и черкесами будем считать ее тогда ну поле по элементам конечно вот вот то что вы видите обидно конечно что очень редко можно увидеть настоящую казачью справу вот все что вы видите на мне да вот она так как было у наших предков и прямой рукав видите я поднимаю руку и легко работать да и на гайка то и шашка то такая нет ни в коем случае нельзя донскую шашку под черкеску одевать вот и через прямой рукав у черкески сделан для того чтобы можно было свободно рубить да и юбка черкески она имеет три три с половиной метра для того чтобы извините ничего не видно было и запах обратите внимание какой и оттуда и отсюда вот так вот должна выглядеть настоящая черкеска но также кинжал как и полагается черкеска без кинжала не смотрится вообще ну и черкес и линеец на улицу не выходили без кинжала вот опять же хочу обратить внимание что кинжал и пояс это один комплект и он не снимался он привязывался за пряжкой и как только ложился уже спать казак или черкес он вешал ее на гвоздик или ложил на стульчик рядом да возле себя у кровати вот таким вот он потому что нужно было сразу же экипироваться очень быстро вот ну а ношение шашки вот в данном случае у меня портупея то же самое подлинная да как она и полагается черкесская или кавказская портупея универсальная миша подержи пожалуйста вот я сейчас сниму коль зашел разговор до обратите внимание длинный конец у портупеи у портупеи всегда длинный конец а потому нынешние казаки дай нынешние черкесы неверно делают они попутали что длинный пояс конец пояса нет длинный конец был у портупеи а почему да потому что потому что находясь в седле портупея и шашка была поясная ни в коем случае нельзя было черкесу или казаку одеть ее через плечо потому что первый же сучок по терновнику где-то по лесу и ты потерял шашку хорошо если сам не слетишь с лошади так вот а когда ты в пешем строю вот тогда шашка одевалась вот таким вот образом понятно да то есть когда я садился я мог и раз оставил между ног он таким вот уж все предельно просто ну что касательно еще остальной так сказать амуниции которая входит в комплект справы это конечно же бешмет то вот это конечно же вот в данном случае вы видите а лунную ленту а раньше это была лента для ношения на труски вот здесь колечко а была здесь прорезь под газырями а зари были выше чтобы было удобно доставать и для снаряжения оружие до воды того что зубами можно было достать вот и вот здесь вот в этом карманчике под газырями носилась на труска с очень хорошим гарантированно сухим порохом которые казак или черкес мог надавил на клапан на рычажок сделать дозу пороха на полочку возле кремния где кресало и кремний вот чтобы произошел выстрел вот здесь вот носилась на труска вот а потом носила здесь компас ну а потом она уже стала так сказать вот просто а лунная лента для украшения а вот кстати сказать о лунной ленте а лунная лента подержи шашку так тебе будет интереснее правильно да дедова шашка вот держи вот смотри в камеру вот кстати сказать а в этих лунных лентах вот ее как раз черкешинки и и делали золотошвейки они ее на палочках и плели и вот такая вот вещь а это вот в данном случае если вы крупным планом покажете это золото настоящее золото золотая нить садись люба мне когда дон разливается и зеленеют рощи по весне и туман над рекой расстилается ай да чаво жаль люба мне и слегка его поджарить не надо не подсушить его он как оживает и у него пробуждается хлебный запах вот особенно сейчас весь хлеб продается целлофановых пакетах так что он сейчас мы это сделаем мы его оживить как будто будет из печки у нас вот сегодня мы будем готовить традиционный казачий кулеш минимум это она и первое блюдо но и второе очень калорийная каша есть там пшенка сало есть это энергия но мы сегодня возьмем ребрышки свиные вот мясо есть дальше что у нас там зелень есть соль есть водичка есть ну а дальше водичка из ключа но желательно конечно все равно чайок или у нас будет сегодня отвар шиповника чтобы казак в походе не заболел очень наши же если на небеси их да светится имя твое да прийдет царствие твое да будет воля твоя яка же на небеси на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь и остави нам долги наши и коже мы оставляем должников нашим и не видимо искушение но избавим нас от лукавого яга твое есть царство и сила и слава всегда и пресно и во веки веков аминь спаси сохрани господи насытиться сей доброй пищей казачьей столу и гости к столу сегодня у нас в качестве походного блюда кулеш казачь выжарки ну конечно мы добавили еще по-богатому мясо свиное пшенная крупа картошечка разваренная пшеночка разваренная бульончик шикарный зелень перчик и соль все никаких сковородок когда не рыдай да кори очи да не стирай раз два ай горя не беда да кори очи да не стирай да тогда девы когда заплачешь да когда встрою да побачишь раз два ай горя не беда это когда встрою да на вороне никим и каню раз два ай горя не беда да на вороне никим и каню ну что я вам хочу сказать вот как говорилось и раньше долине из тот же черкес только русской национальности да а наши предки нет не из россии это верхний дон верхний дон это это конкретные донцы и мы вот оттуда и ну вот вы замечаете что мы мы не балакаем нас нет балочки у нас свой говор чуть-чуть да ну так уже ассимилировать что мы живя здесь в екатеринодаре под забыли это конечно проще тем черноморским казакам которые чаще вращаются в станицах черноморских да и собственно сама балочка такая я по себе замечал стоит два-три дня пожить с черноморцем и ты уже завтра начинаешь балакать понимаете ну вот вот такая судьба у нашего языка у линейца у донцов гутора вот что ну позабыли мы эти слова забыли мы слова дюжа вот идея поняй я садился на велосипед а бабушка мне говоря ну поняй поняй значит вот или допустим там седлай и держай верхи верхи это значит сядь в седло и езжай да вот ну и много вот таких вот слов спасибо чё погостили у нас на линии эх нам быть на графическую станицу как у черноморцев было бы чё показать вам а так чё смогли мы с внуком то показали не обижайтесь или чё попейте водицы на дорожку и с богом катеринодар приезжайте еще будем рады дымом потянула из дон реки засвистели пули казаки засверкали в ночи остро и штыки засверкали в ночи остро и штыки брат пошел на брата цвет на цвет старший был и жена а ты младший нет белая до красная так а а а а а а а а а